МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И асфальт постелят, и трубу проложат. Активисты ОНФ продолжают проверять, как ремонтируют дороги в Ставропольском крае. Многоэтажный каравай, вкусные музыкальные инструменты и деревья из теста. Чем еще лучшие пекари страны удивляют гостей на празднике хлеба в Краевом центре? Денежные штрафы и профилактические беседы. В борьбе за жизнь и здоровье детей все средства хороши. Акция Краевой полиции. Мы выбираем жизнь. Добро в село. Медики-волонтеры помогают врачам обслуживать пациентов в малых населенных пунктах региона. Сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудил вопросы реализации комплекса противопаводковых мероприятий в регионе с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием Кобылкиным. Речь шла о привлечении федеральных средств на реализацию наиболее актуальных для Ставрополья мер, защищающих территорию от большой воды. Комплекс из 42 мероприятий разработан по поручению главы края по следам паводков 2017 года. Без малого 30 миллионов край уже направил на реализацию этих мер. Задача сегодня – привлечь дополнительные средства и добиться принятия необходимых управленческих решений на федеральном уровне. Еще одной темой встречи стало развитие мелиорации в Ставропольском крае. У региона сегодня есть несколько оформленных и просчитанных проектов на этот счет. И асфальт постелят, и новую трубу проложат. Активисты ОНФ продолжают проверять, как в крае ремонтируют дороги, на которые были выделены бюджетные деньги. В Светлограде реконструкция улицы Спортивной оказалась под угрозой. Под полотном водопроводная труба, и ее постоянно прорывает. Местные жители опасались, что из-за этого будет страдать и новый асфальт, и стали жаловаться. Решение старой дорожно-коммунальной проблемы нашли. Какое – расскажет Кира Рогожина. Очень часто, не успеваем, вода идет по улице, все, мы без воды. Улица Спортивная, что в Светлограде, сейчас явно не в форме. Дорожное полотно в ямах и выбоинах. И, казалось бы, новому асфальту местные жители должны были обрадоваться, но нет. Под трассой зарыта водопроводная труба. Данная проблема была нами поднята по обращению многочисленным граждан. Они боялись то, что дорога была включена в план график ремонта, но канализация под ней и водосточные трубы были в ненадлежащем состоянии. И они боялись то, что дорогу заасфальтируют, ремонт сделают, а после этого через неделю, через две приедут водоканал и все перекопают. И грош цена такому капитальному ремонту. Сомнения по поводу такого капремонта терзали и самого подрядчика. Протяженность улицы около 700 метров. Стоимость проекта без малого 4 миллиона рублей. Стелить асфальт должны в два слоя, чтобы выровнять полотно. Но если оставлять старую трубу, при первой же аварии работа пойдет на смарку. Ремонта потом придется долго ждать. Грунту необходимо будет просесть. Месяца два, плюс мы еще гарантию несем пять лет. Если по нашей причине... Дорога испортится? Да, по нашей причине мы за свой счет должны ее исправлять. О коммунальной проблеме руководство городского округа знало давно. И когда речь зашла о ремонте дороги, хотели вначале заменить трубу. Но нужной по диаметру не нашлось. Тем не менее, решить коммунально-дорожную задачку все же смогли. Мы спланировали работу с подрядной организацией таким образом, чтобы решить вопрос сначала с укладкой выноса водопровода в сторону от дороги. И потом уже завершить ремонт дороги на те средства, которые были выделены по субсидии. Поэтому вот эта работа сегодня проводится. Коммунальщики идею поддержали, проделали большую подготовительную работу. Все действия согласовали с другими организациями, потом очистили территорию от деревьев, начали копать. Для работников водоканала эта траншея стала своеобразным ящиком Пандоры. Едва специалисты открыли грунт, как столкнулись сразу с несколькими неприятными сюрпризами. Во-первых, с глиняной почвой справляется не всякая техника. Во-вторых, по факту появились коммуникации, которые на картах отражены не были. Но надежда все же осталась. Старые коммунальные узлы демонтируют. Времени это, конечно, отнимает больше, чем планировали. Но, говорят специалисты водоканала, дорожным работам это не помешает. У них одна сторона полотна немножко будет во временном пространстве с нами пересекаться. Вторая сторона у них, они могут работать, они будут параллельно работать с нами. То есть, скажем, единственное, что обучено отбить, это они смогут уже после того, когда мы уложимся. Но она не влияет ни на какие качества. Дорожники хотят приступить к работам в середине ноября. Постелить асфальт планируют за неделю. Кира Рогожная, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение, Петровский городской округ. А теперь вкусная новость. В Ставрополе начался праздник хлеба Юга России. Это значит, что в краевую столицу съехались хлебопеки из разных регионов. Да и куда как ни к нам, все-таки житница страны. Хлебопеки удивляют своими съедобными произведениями искусства, деревьями, музыкальными инструментами, животными. Вадим Москаленко тоже впечатлился. В их умелых руках заготовки из теста быстро превращаются в замысловатые булочки. К примеру, это кубанские хлебопеки. Торопятся. Не только потому, что тесто любит быстроту, но хотят завоевать кавказский кубок. Причем сделать это с помощью полезного хлеба. Пропаренная рожь, сухая морковь, лен, геркулес, овсяные хлопья. Все, что полезно для пищеварения. И, конечно, кавказский кубок не обойдется без традиционных кавказских рецептов. Технологи из Черкеска привезли с собой беспроигрышный рецепт хачанов с картофелем. Впрочем, кажется, что Айзана может сделать аппетитную лепешку из чего угодно, с закрытыми глазами. С чем вы еще можете сделать? С мясом, любителя, кто как хочет. С чем угодно. Здесь же на витринах и готовая выпечка, которая порой поражает воображение. Хлеб готовят здесь удивительных форм и размеров. Иногда даже по-настоящему сюжетные линии. Вы только посмотрите на этот многоэтажный каравай. Здесь по пшеничному полю идет упряжка лошадей с урожаем. Есть здесь и сами хлеборобы, ну и венец российского застолья – самовар. А по соседству из теста выросло целое дерево. Это все делано из хлеба, из кусочков, которые вместе соединены, ну, от булочки на ленточках. Пока одни соревнуются, другие набираются опыты от московских коллег. О том, как сделать безглютеновый хлеб, наглядно рассказывает шеф-повар Евгений Берников. Много внимания уделили тому, как такое тесто замешивать. Как правило, замешивают в два этапа. На первой скорости, потом на второй. Для того, чтобы сначала равномерно распределить по всему тесту все ингредиенты. А потом уже второй режим – это взбивание, размешивание и набухание клейковини при повышении температуры. Помимо мастер-классов и соревнований, в рамках хлебного праздника в Ставрополе пройдут тематические форумы и выставки оборудования для запекания. Ну а сами организаторы уверяют, многим регионам России есть чему поучиться у житницы, принимающей стороны Ставрополя. Я здесь уже не первый год, 8 лет уже участвую в этом конкурсе именно в Ставрополе. Могу сказать, что здесь замечательный хлеб. Мы оцениваем и в том числе и ваши местные команды. Но вот как бы несколько лет подряд Ставропольское училище занимало сюда первое место. Это о чем-то бывает. Впереди еще два дня хлебных торжеств в Ставрополе. А тем временем необычную выпечку уже пробуют все желающие. Однако же в фаворитах традиционный хлеб. Хлеба пекали – молодцы. Вадим Оскленко, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Продолжаем выпуск. Ремонт домов культуры, развитие детского спорта и обустройство городской среды. Народный контроль за бизнесом и решение конкретных человеческих проблем. В Ставропольском региональном отделении «Единая Россия» сегодня подвели итоги работы за минувший год. Партийцы вспомнили самые яркие события, рассмотрели реализацию проектов, наметили задачи на будущее. Главные тезисы в сюжете Леонида Нечпуренко. Участники вспомнили самые яркие партийные события последних 12 месяцев. Одним из ключевых стал Всероссийский съезд «Единой России» в прошлом декабре. Перед президентскими выборами партия поддержала Владимира Путина. На региональном уровне прошла большая работа. Единороссы и волонтеры собирали подписи в поддержку национального лидера, занимались агитацией. 120 тысяч наблюдателей от партии в день выборов работали на избирательных участках. В итоге ставропольцы безоговорочно поддержали действующего главу государства. В единый день голосования 9 сентября на выборах в местные представительные органы самоуправления члены «Единой России» доказали, что пользуются доверием избирателей, завоевав все 23 мандата. Реальным инструментом изменения жизни стали партийные проекты. Продолжим работу, конечно, над таким важным проектом, который подтвердил себя. Это местные инициативы. Проект шикарный, работает на Ставрополе 10 лет. Сегодня можно сказать, что Россия вся взяла пример со Ставропольского края, и во многих территориях реализуются местные инициативы. Это первый толчок людям для самореализации своих мыслей непосредственно в тех местах, где они проживают. На Ставрополье действует 14 федеральных и 4 региональных проекта «Единой России». Они помогают развивать детский спорт, ремонтировать дороги и соцобъекты, улучшать здравоохранение, повышать качество жизни. 400 тысяч человек проголосовали в рамках проекта формирования комфортной городской среды и выбрали территории, что благоустраиваются уже сейчас. Работает программа «Народный контроль». Активисты проверяют заправки и торговые точки. Отдельное направление работы – забота о людях старшего поколения. Нам, президентом нашим Владимиром Владимировичем Путином, поставлена задача 80+. Чтобы достичь 80+, нам нужно заниматься серьезно здоровьем старшего поколения. Мы побывали в реабилитационном центре нашего Министерства социальной защиты Кавказ, где увидели удивительную картину, где отдыхают наши пожилые люди, где есть ванны, есть питьевые бюлеты. Знаете, такое ощущение, что я была в хорошем санатории. В этом году 10 лет исполнилась общественный прием на «Единой России». В Ставропольском крае за это время ее посетили больше 20 тысяч человек. Каждое обращение разбирают индивидуально. Там, где это требуется, в дело вступает команда квалифицированных юристов. С этого года мы начали практиковать адвокатские бесплатные приемы. И вот как раз через вот эти приемы разъясняем, либо люди повторно обращаются в суд по каким-то новооткрывшимся обстоятельствам. То есть это целый пласт работы. Да, их не так много штучно, но за каждым вопросом, особенно таким, это судьба. Судьба человека, судьба семьи, может быть, судьба улицы или дома. То есть с этим, конечно, мы работаем, продолжаем и будем работать. Глава регионального отделения Геннадий Игупов отметил, что успех работы во взаимодействии партийных структур и органов власти. Основой для проектов «Единой России» зачастую являются инициативы краевого правительства и лично губернатора. Леонид Нечапуренко, Антон Красов, Ставропольское телевидение. Теперь по ровненькой. В селе Надежда отремонтировали дорогу, ведущую к одной из местных школ. Сделали это за счет собственных средств и денег из краевого дорожного фонда. О качестве работ в следующем сюжете. На самом деле дорога намного лучше. Раньше, когда мы ездили, автобус часто ломался. Я думаю, это из-за дорог. А сейчас дорогу сделали и прямо очень хорошо едут автобусы. Ученики 14-й школы в Надежде – главные заказчики и пользователи отремонтированной дороги. Рассказывают, раньше вместе со сменкой брали с собой еще и резиновые сапоги для преодоления грязевых препятствий. Раньше, конечно, были некоторые неполадки, неудобства, но с этого года все стало гораздо лучше и передвигаться стало проще. Улица Раздольная проходит от восточного обхода Ставрополь до Центра Надежды. В школе 400 детей и автобус без дела не стоит. Делает 12 рейсов в день. И этот первый за 32 года капитальный ремонт дороги для местных жителей и школьников – просто подарок. В этом году мы получили такой большой подарок. Хотим сказать огромные слова и благодарности всем, кто участвовал в строительстве нашего дорожного шоссе, подъездного пути. Всем огромное спасибо. Асфальтирование Раздольной обошлось в 7,5 миллионов рублей. 500 тысяч – средства села. Остальное – из Краевого дорожного фонда по программе финансирования ремонтом униципальных дорог. Конкурсные процедуры провели в начале года. Получили средства. По этому же пути прошли еще раз. И сейчас заканчивают ремонт еще одной транспортной артерии – улицы Орджоникидзе. Она тоже соединяет село с федеральной трассой. Этой дороги практически точно так же, как и там, как таковой, не было никогда. Все было кусками и так далее. И большая проблема была с водоотведением. Сейчас мы делаем водоотведение и одновременно полностью ремонт дороги. Ремонтные работы будут завершены до конца декабря. Алексей Форсиков, Антон Красов, Ставропольское телевидение. С начала года на Ставрополье в результате чрезвычайных происшествий погибли 67 детей и подростков. Семеро из них надышались парами газа от зажигалок. Также зафиксированы случаи отравления медицинскими препаратами. Полицейские всерьез обеспокоены ситуацией и начали профилактическую акцию «Мы выбираем жизнь». К ней присоединилась и Екатерина Сегеда. Изобильненский городской округ. Пятеро подростков попадают в реанимацию с диагнозом «медикаментозное отравление». За их жизнь врачи боролись несколько дней. В настоящее время детей выписали. А это уже Шпаковская районная больница. Здесь двоих школьников откачивали после отравления средством для наращивания мышц, которое предназначено только для наружного применения. По этим случаям сейчас проводятся проверки. Полицейские начали профилактические рейды. Они посетили аптеки и проинформировали фармацевтов об ответственности за незаконную продажу рецептурных лекарств. На физическое лицо от 3 до 4 тысяч штраф, а на юридическое от 30 до 40. Я думаю, того не стоит, чтобы реализацию несовершеннолетним осуществлять. Это наше будущее, наши дети. Также вручили продавцам вот такие буклеты с подробной информацией о вреде наркотиков. К счастью, не все ставропольские подростки склонны к их употреблению. Относимся к этому негативно. Сами за здоровый образ жизни. Даже я не могу представить, как они подходят к такой мысли, чтобы что-нибудь употребить. Я думаю, что это неправильно в первую очередь. То есть это погубно и для них, и для них семьей. Получается, они могут навредить своему здоровью, то есть очень глобально. Стражи порядка посетили и учебные заведения. Они рассказали детям о последствиях употребления психотропных и наркотических средств. Напомнили и об ответственности, которую могут понести не только их родители, но и они сами. Предостеречь несовершеннолетних детей от употребления веществ, которые вредят здоровью, ну и, естественно, влечет уголовное и административное ответственность. Если регулярно проводить такие акции, также лекции, беседы и проводить профилактические мероприятия, я думаю, у наших ребят большой шанс не стать наркозависимым. На сегодняшний день в зоне риска именно подростки. В силах каждого из нас помочь им выбрать правильное решение. Если вы стали свидетелем распространения среди подрастающего поколения наркотических или отравляющих веществ, не оставайтесь равнодушными и обратитесь в полицию. Екатерина Сегеда, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. А теперь о происшествиях за минувшие сутки. Всего помощь экстренных служб понадобилась более 1700 раз. О деталях самых громких происшествий в нашей постоянной рубрике «Оперативная сводка». Молодая семья из села Сунжа Минераловодского городского округа осталась без крыши над головой. Ночью их жилье загорелось. Пламя распространялось стремительно и к приезду пожарных дом сгорел дотла. На трассе «Кавказ» в аварии погибли водитель и пассажир Калины. Предположительно, они ехали слишком быстро и врезались впереди идущий грузовик. Полкило марихуаны бережно хранил для себя житель поселка Коммаяк. Но закон есть закон. Теперь придется отвечать. Возбуждено уголовное дело. В реке Мутнянка Грачевского района обнаружили тело мужчины. Возраст погибшего примерно 40-50 лет. Личность и причина смерти устанавливаются. Торговый представитель одной из фирм села Просковей решил попробовать себя в качестве предпринимателя. Все шло удачно, пока владелец фирмы не забил тревогу. Инициативный сотрудник реализовывал товары предприятия, но не все деньги вносил в кассу. Ущерб фирме составил более миллиона двухсот тысяч рублей. Ведется расследование. Еще одного горе-предпринимателя задержали в Ставрополе. Мужчина предлагал людям на улице дорогие смартфоны по сниженной цене. А когда покупатель находился, тот незаметно подкладывал в коробку дешевую копию. Возбуждено уголовное дело. Волонтеры-медики помогают Ставрополью. В рамках акции «Добро в село» студенты медицинских вузов и колледжей добровольно ездят в селах, где поток пациентов всегда очень большой. Они помогают врачам, осматривают больных и заполняют документы. Помощь, может, и небольшая, но всегда очень своевременная. Как все это работает, расскажет Джамиля Ибрагимова. Раннее утро в поликлинике села Александровского оживленно. В коридорах не пробиться. Перед кабинетами окулиста, невролога, терапевта, педиатра, десятки пациентов. Врачи только и успевают принимать больных. А ведь еще есть бумажная работа, которую тоже надо делать. В такой запарке помощь волонтеров-медиков на вес золота. Помощь волонтеров мне очень значима. Они мне помогают вести учет психиатрических пациентов. То есть фиксируют их пребывание на данный момент. Если за дверью этого кабинета волонтеры помогают заполнять документы, то тут врач-невролог и вовсе доверил будущему медику осмотреть пациента. Правда, под его чутким руководством. Вот, вот она, вот сухожили. Вот, видишь? Если эффект старинный. Больные будут, значит, здоров. Второкурсница Анна попала к медсестре Елене Николаевне в массажный кабинет. Они мгновенно нашли общий язык. Сработались. И сразу уроки массажа. Секреты волшебства рук. Сегодня я получила бесценный опыт для себя, потому что имела возможность поработать с пациентом маленького возраста. Потому что в будущем я планирую работать именно с детьми. То есть пойти в педиатрию на детский массаж. Я до этого не имела такого опыта. А здесь мне дали возможность такую. Я очень благодарна за это. За три месяца студенты-медики уже побывали в разных поликлиниках и ФАПах края. В тех маленьких селах, где поток пациентов, вопреки всему, очень высокий. Мы хотим как-то немножечко помочь разгружить поликлиническую службу, ФАПы. Потому что на ФАПах очень большое прохождение пациентов. И врачам, конечно, я думаю, и среднему медицинскому персоналу будет полезна наша помощь. Помощь это на самом деле двусторонняя. Волонтеры не просто помогают врачам, но и сами получают знания, которые точно полезнее всяких лекций. Ведь, как известно, практика и опыт – лучшие учителя. Джамиля Ибрагимова, Александр Колодко, Ставропольское телевидение из Александровского района. На этом у меня все новости. В студии был Илья Захаров. Еще больше новостей региона на нашем сайте stv24.tv. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok